Вот, например, нам говорят, мы экспортируем нефть, мы за счет этого живем. Этим мы оплачиваем свой импорт, отдаем миру нефть, получаем назад другие товары какие-то. А интересно, какие? В каком объеме? Вот посмотреть за каждый год, что мы в каком объеме импортировали, экспортировали. А интересно, в 90-х за счет чего мы жили, когда нефть была там по 20 долларов. Какой объем был экспорта, импорта? Всем привет, с вами Николай, Мир в экономике. Я вам сейчас расскажу про классный сайт Атлас Гарвардского университета, ну, от Гарвардского, Гарвард Университет. На этом сайте мы можем видеть информацию по экспорту-импорту всех стран. И еще много другой информации, но сегодня конкретно расскажу, как мы можем увидеть эту информацию, какие мы можем получить классные картинки. Их можно использовать в рефератах, в докладах. Я даже вижу инфографику с этого сайта, когда выступают разные экономисты, что-то там рассказывают нам, да. Мы можем видеть тенденции, тренды. Сайт на английском языке, но, в принципе, базовые знания, плюс словарь, вы можете им пользоваться. Я покажу некоторые фишки, вот, по экспорту-импорту. Ну, вот, смотрим. Нас интересует вкладка Explore. Нажимаем, выбираем Россию. И наверху мы можем видеть, инфографика отражает экспорт Российской Федерации в 2017 году. Ниже написан объем этого экспорта. На каждый год мне показывают, какие товары, в каких пропорциях и объемах мы экспортировали. И мы можем видеть в виде графика всю эту информацию. Нам доступны на сайте данные с 95 года по 2017. Данные периодически обновляются, но, естественно, появляются на сайте с опозданием. Также можем посмотреть наш экспорт не только по товарам, но и по партнерам. Здесь вы видите Европа, Азия, но можно по каждой стране отдельно смотреть. Там более такая детальность информации. Отдельно можем рассмотреть минеральное сырье. Экспорт его – это сырая нефть, газ, нефтепродукты, уголь. Вот за 2000 год. И 2017 год, где доля газа снизилась, а угля в экспорте выросло. Экспорт всего минерального сырья оценивается в 215 миллиардов уже. Давайте для примера посмотрим экспорт Канады. Вот 2000 год. И здесь мы можем видеть важную вещь. Вот она диверсификация. То есть Канада тоже много экспортирует нефти, сырой нефти. Видите, доля сырой нефти, кстати, увеличилась в 2017 году. Но Канада производит и экспортирует множество других товаров. Это и есть диверсификация. То есть экономика не зависит от экспорта всего лишь одной товарной группы. Посмотрим, кстати, по партнерам. Здесь у Канады практически весь экспорт – это Соединенные Штаты. Хотя в 2017 году доля Соединенных Штатов уже снизилась. Импорт также на 70% видите в 2000 году и на 60% в 2017 году. Это импорт тоже из Соединенных Штатов. То есть это их главный партнер. Они от него зависят. Посмотрим теперь на импорт Российской Федерации с точки зрения партнеров. Видите, у нас много партнеров в плане импорта. На графике видно, что все равно основной партнер – это Европа. По товарам здесь мы можем видеть, что мы импортируем все. Все, что нам нужно, нам приходится импортировать. Это и потребительские товары, медицинские товары, техника, одежда. Светло-салатовые – это одежда. Собственно, оставляйте комментарии. В описании есть ссылки на блоги, телеграм-канал «Мир в экономике». А меня зовут Николай. И я надеюсь, вам был ролик интересен. Пока.